и вот мы наконец-то доехали до церкви но нам нужно будет немного обойти чтобы попасть на центральный вход церкви поэтому немножечко мы проведем и скоро экскурсию то что находится рядом с церковью вот здесь есть у нас речка лошадка модель сама церковь расположена недалеко от домов где живут здесь местные жители церковь построена из гранита с использованием камня мы можем видеть застекленные как рамки там висит там изображен череп с костями и с растущими из него колосьями пшеницы и песочные часы внизу там также мы можем увидеть но мы не можем увидеть потому что очень плохо видно надпись на латыни которая гласит сверху написано как час проходит жизнь снизу смерть это дверь жизни и на свитке написано что душа вернется и все это датируется 1640 годом внутри церкви мы можем увидеть гранитные колонны которые вызывают восхищение метражи купель установленная на квадратном подставки и возможно ней пользуются и по сей день ну не будем пробовать так что здесь у нас есть таблицка додатированная 1875 годом честь кого-то вот здесь у нас есть табличка это своего рода как памятник сюзане элфорд датированной 1641 годом которая умерла трагической смерти умерла вместе на природах вместе со своим младенцем как бы здесь у нас есть витражи на окнах со святыми еще одна табличка которая очень старая видите уже не кое-где совсем не видно надписи 1631 год написано также мы можем видеть перед перед нами резная ширма очень красивая которая поражает своей красотой очень красиво здесь вот библия открыта служба велась наверное а сейчас мы с вами попадаем к алтарю и что самое удивительное здесь все выложено плиткой но необычно очень потому что в церквях такого как-то ну по крайней мере мы раньше такого не видели гранитные арки в этой церкви они еще с 15 века идет колонны которые тоже поражают своей красотой и создают такую атмосферу необычную так же там на стене висит как гобелен что-то наверное он означает надпись это все очередные таблички с гербом интересным здесь еще мы можем увидеть именно а здесь на табличках написано история про джейса брука о его жизни брукерс брук из саровака это семья которая канализаторов а здесь очень интересное какое-то аудио система плейн это Субтитры делал DimaTorzok А вот здесь вот Мы также можем видеть, что скамья, наружная часть ее вырезана из дерева Разные здесь гербы, изображения Здесь нарисовано омовение Христа, рук его и ног после смерти А здесь вот указан, изображен терновый венок и инструменты распятия Может быть не очень хорошо видно Здесь вот тоже разные Что-то там символизирует Все очень интересно Вот здесь какие-то надписи очень интересные с какими-то датами Это тоже что-то означает, это не просто так Вот Все здесь вырезано из дерева Все так красиво и необычно Ну в отличие от предыдущей церкви Хоть она и старая, но здесь есть электричество Потому что здесь вот лампочки Обогреватели висят А сейчас мы с вами выйдем на улицу И посмотрим на могилу того самого Брука из Саравар Саравак Который его семья правила Саравакой С 1841 по 1946 года И он еще, когда прибыл сюда, он построил себе могилу из красного абердинского гранита Видите, нам даже вот сдалека видно, она ограждена Огромная такая И ее можно сразу заметить, потому что она из красного гранита В отличие от остальных здесь памятников Сейчас мы подойдем поближе Возможно, нам даже удастся Может быть, там есть даже какие-то надписи на ней Но зайти вовнутрь нам не получится так, как там закрыто Джеймс Брок Написано, что это Сир Джеймс Брок И здесь же Ну и здесь его тоже какие-то родственники Потому что тоже Брок написано Уиллс Брок У каждого разные надробия Но у Джеймса Брока Самое такое Ну, пожалуй, на этом мы с вами будем прощаться До новых встреч, друзья Смотрите нас А мы будем готовить очередную Какую-нибудь интересную Путешествие Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!